Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты все самое интересное из мира IT-индустрии. Меньше месяца осталось до презентации нового флагмана компании Samsung Galaxy S6. И чем ближе премьера, тем больше утечек о новом устройстве появляется в сети. На сей раз появились изображения, которые демонстрируют корпус Galaxy S6. И, по всей видимости, облик устройства сильно будет напоминать iPhone 6 от Apple. Фотографии были опубликованы в популярной в Китае социальной сети Weibo. Это аналог нашего твиттера. Видимо, снимки сделал один из сотрудников завода, где начали собирать новый флагман Samsung. Как отмечает портал Droid.ro, компоновка элементов управления — это клавиши блокировки, лоток для сим-карты и качельки громкости — соответствует их расположению на смартфонах от Apple. Кроме того, на корпусе устройства имеются похожие с iPhone 6 разъем для наушников, округлые грани и антенны для приема сигнала. Еще можно заметить прорезь для камеры со вспышкой. Она, как и прежде в смартфонах Samsung, расположится по центру задней части устройства. К слову, фотографии косвенно подтверждают опубликованный ранее макет Galaxy S6. Являются ли изображения правдивыми? Узнаем 1 марта. Роскомнадзор опубликовал результаты исследования качества услуг мобильной связи, которые предоставляются тремя крупнейшими операторами — МТС, Мегафона и Вымпелком. Проверка проводилась в семи городах России, в том числе и в Казани. В столице Татарстана наиболее высокое качество голосовой связи — Вымпелкома. Мы все знаем этого оператора как Beeline. В Казани у данного оператора самая низкая доля неуспешных попыток соединения и обрывов связи во время разговора. Следом с небольшим отрывом расположились МТС и Мегафон на втором и третьем местах соответственно. В завершении об интересном стартап-проекте. Настоящий прибор ночного видения для смартфонов представили разработчики из Англии. Внешний девайс напоминает нечто среднее между объективом и фонариком, но на самом деле это не что иное, как портативное устройство для ночной съемки. Прибор работает в инфракрасном диапазоне и позволяет видеть объекты в полной темноте. Устройство совместимо со смартфонами на базе Android и iOS. С ними прибор синхронизируется посредством Wi-Fi. Заряда аккумулятора хватит на 3-4 часа работы. Для крепления к различным поверхностям используется магнит. Сейчас разработчики уже собрали необходимые на производство деньги и планируют начать его в ближайшее время. Сообщается, что стоимость одного такого прибора составит 179 долларов. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира IT-индустрии. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова